ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите сегодня! Warhammer Dawn of War Dark Crusade. Базовый геймплей практически не изменился. Он по-прежнему строится на захвате стратегических точек, возведении базы и сложно организованных апгрейдов. Neverwinter Nights 2. Игра начинается с долгого и вдумчивого процесса создания персонажа. Занятие это для настоящих поклонников медитации. Джонглировать расами, параметрами, классами, дополнительными характеристиками и прочими половыми признаками здесь можно долгими часами. Dirt. Origin of the Spacious. Геймплей способен удержать игрока у экрана ровно до тех пор, пока он не наиграется в Добольд со сверхспособностями Дирт. Все остальное не представляет никакого интереса. Battlefield 21.42. Авторы взяли за основу режим Domination из Unreal Tournament и довели его практически до идеала. На большой карте раскиданы несколько позиций, где респаунится техника и погибшие игроки. Привет всем геймерам страны! Меня зовут Борик. Еще раз поздравляю вас с наступившим Новым Годом, а также с Рождеством, Старым Новым Годом и окончанием первой рабочей недели в этом году. Это FACT, программа о компьютерных играх, в которой мы отвечаем на самые часто задаваемые вопросы по прохождению. И начнем мы с проекта Dirt, разработанного компанией New Generation. Это шутер от первого лица. Игра привлекла к себе внимание благодаря заявлениям ее создателей о революционных технологиях, использованных при создании движка. Выполнили разработчики все намеченные работы или схалтурили, мы узнаем прямо сейчас. Полное название шутера звучит как Dirt Origin of the Spacious. Дата выхода 16 ноября 2006 года. Локализованная версия нового диска имеет название Dirt, происхождение видов. Главная героиня — ржеволосая девушка со смешным рюкзаком по имени Dirt, которая отправляется со своими друзьями на отдых. Правда, место для релаксации ребята выбрали не самое удачное — полигон для испытания биологического оружия в пустыне штата Невада. Очередной эксперимент, как водится, вышел из-под контроля, и весь мир вот-вот захватят жуки-гиганты. В итоге нам вместе с Dirt придется спасать ее друзей, а заодно и всю нашу планету. Одним словом, кто хоть раз играл в компьютерные игры, знает этот сюжет как свои пять пальцев. Системные требования. Процессор с частотой 3 ГГц, 512 мегабайт оперативной памяти и 256 мегабайт видеопамяти. На жестком диске Dirt занимает 3,5 гигабайта. Геймплей способен удержать игрока у экрана ровно до тех пор, пока он не наиграется вдоволь со сверхспособностями Dirt. Все остальное не представляет никакого интереса. Задания однообразны, а все головоломки имеют элементарное решение. Но если вы в первый раз играете в компьютерную игру, то Dirt вам может даже понравиться. Четверка за геймплей. Что касается внешнего вида шутера, то он заставит ужаснуться даже тех, кто впервые оказался в виртуальном пространстве. Статичные тени налезают друг на друга, а свет распространяется странными геометрическими фигурами. Персонажей можно передвигать с места на место, как ящики, а о разрушаемом окружении и вовсе не приходится вспоминать. Тройка за внешний вид. Звук так же ужасен, как и все остальное. Лучше всего выключить его вовсе и просто послушать любимую музыку. Звук от попадания в бетонную стену такой же, как при попадании в монстра или стекло. Одним словом, 3 балла за звук. Dirt — это своего рода игра для начинающих геймеров, причем в основном рассчитанная на женскую, или правильнее сказать, девичью аудиторию. Но даже для этих, непопулярных среди игроделов целевых аудиторий, можно было хоть немного постараться. Тройку получает шутер Dirt. Происхождение видов. Одних только трюков явно недостаточно, чтобы сделать хорошую игру. Но с другой стороны, любая ошибка — это опыт. Ведь некоторые идеи из Dirt запросто могут найти место в очередном блокбастере вроде Fear. Но это только наши предположения. Давайте лучше переходить к вашим вопросам. Вопрос. Мне нужно включить пожарную сигнализацию, чтобы выбраться с уровня. Подскажите, как это сделать? Ответ. Здесь необходимо воспользоваться сразу двумя сверхспособностями Dirt. Сначала с помощью пирокинеза поджигаем ящики, а потом, используя телекинез, бросаем их через всю комнату так, чтобы сработала сигнализация. Вопрос. Мне нужно переключить выключатель, но добраться до него нет никакой возможности. Что мне делать, а? Ответ. Воспользуйтесь эффектом волшебной пули. Время замедлится, и вы сможете управлять пулей так, как будто бы это самолет. Таким образом, попав точно по выключателю, вы пройдете уровень. Вопрос. Помогите пройти уровень, где два огромных жука напали на полицейских. Меня все время убивают вместе с ними. Ответ. Старайтесь спрятаться за полицейскими машинами и отстреливаться оттуда. Когда жуки под полцей слишком близко, выскакивайте и делайте сальто, не переставая стрелять с двух рук. Все вы, наверное, знаете главный рецепт игр от компании Electronic Arts. Разработать качественную концепцию, а потом эксплуатировать ее до победного код за годом, обновляя лишь одну цифру в названии, да подкидывая парочку изменений средней тяжести. Battlefield 2142 не стало исключением из этого правила. Это не стратегия, не симулятор боевого шагающего робота, и даже не квест. Пресловутая война за позицией никогда не должна прекращаться. В том, что на поле боя рано или поздно начнется новая война, не сомневался, наверное, никто. Пока бренд Battlefield приносит деньги, а делает он это старательно, Digital Illusions и Electronic Arts будут скармливать игрокам все новые и новые части своего детища. Против законов бизнеса не попрешь. Удивило нас в этот раз совсем другое. Действие Battlefield 2142 перенеслось в далекое-далекое будущее. До недавних пор серия двигалась вперед короткими шажками. Орденоносный первенец Battlefield 1942 протянул где-то с год на аддонах, после чего уступил место умчавшийся на четверть века вперед Battlefield Vietnam. Потом настала очередь Battlefield 2 с очередной горсткой скороспелок дополнений, имеющих место примерно в 2010 году. Мы, если честно, ожидали, что так оно и будет продолжаться. Следующая игра шагнет куда-нибудь в год 2050-й, но в Digital Illusions решили иначе и отправили нас почти на полтора века в будущее. Впрочем, Battlefield 2142 не зря носит такое имя. Ведь похоже, что именно эта игра имеет все шансы на то, чтобы стать самой революционной в серии. Игра поступила в продажу 17 октября 2006 года. Локализованная версия от компании SoftClub появилась 26 октября. Рекомендуемые системные требования. Процессор 3 ГГц, 1,5 ГБ оперативной памяти и 256 МБ видео класса Radeon X300 или GeForce FX5700, а также 2,2 ГБ на жестком диске. Новое оружие, дополнительные стимулы для команды игры, все это, конечно, важно. Но серия Battlefield всегда гордила своим потрясающим геймплеем. Простым, но в то же самое время захватывающим. Авторы взяли за основу режим Domination из Unreal Tournament и довели его практически до идеала. По большой карте раскидано несколько позиций, где респаунится техника и погибшие игроки. У каждой страны есть определенное количество тикетов, количество которых убывает в двух случаях. Если гибнет кто-нибудь из своих бойцов, и если другая страна удерживает больше позиций. Кто первый растерял все свои тикеты, тот и проиграл. За геймплей мы ставим 5 баллов. Движок Battlefield 2142 явно позаимствован у Battlefield 2 и особых улучшений в графике не наблюдается. Правда, в очередной раз сменились декорации. Боюем мы в самом пекле экологической катастрофы, поэтому неудивительно, что почти все карты либо покрыты снегом, либо просто выглядят как безжизненная пустыня. Да и дизайн юнитов стал совершенно другим, чуть более игрушечным. На место тщательно закамуфилированных джипов и бронетранспортеров пришли шагающие роботы, ховертанки и футуристические спецэффекты. За графику ставим 5 баллов. В целом же Battlefield 2142 стоит того, чтобы в него играть. Концепции игры, набор юнитов, системы командового взаимодействия все эти вещи подверглись серьезным изменениям. Получилась не просто очередная перепевка старой концепции, а почти что новая игра. Наша общая оценка 5 баллов. На этот раз фанаты, наверное, получили даже больше, чем ожидали. И фантастический сеттинг, и ролевую систему, и даже новый боевой режим. Кричите, что год от года Electronic Arts предлагает нам одно и то же? Наверное, вам стоит поискать другую игровую серию. Концепция Battlefield вряд ли когда-нибудь поменяется. И сейчас мы кое-что об этом расскажем. Первый вопрос. Меня вот чего интересует, как повышать ранг в сингле и возможно ли это? Отвечаем. Это можно только в мультиплеере. В сингплеере поднимать ранг бесполезно. Это ничего вам не даст. Следующий вопрос. Правда, что титаны только в мультиплеере? Отвечаем. Да, это правда. Следующий вопрос. Подскажите, как открыть карту на 64 игрока, не играя по инету? Подскажите, ну пожалуйста. Отвечаем. К сожалению, никак для сингла только 16 игроков. Вот еще один вопрос. Я с другом по локальной сети играю. Квотов нет вообще. Ну как их прописать? Отвечаем. Опять же, никак. Все свои возможности и весь сам кайф от игры вы можете получить только при игре через интернет. Смотрите во второй части. Neverwinter Nights 2. Игра начинается с долгого и вдумчивого процесса создания персонажа. Занятие это для настоящих поклонников медитации. Джонглировать расами, параметрами, классами, дополнительными характеристиками и прочими половыми признаками здесь можно долгими часами. Warhammer Dawn of War Dark Crusade. Базовый геймплей практически не изменился. Он по-прежнему строится на захвате стратегических точек, возведении базы и сложно организованных апгрейдах. Смотрите во второй части. Warhammer Dawn of War Dark Crusade. Базовый геймплей практически не изменился. Он по-прежнему строится на захвате стратегических точек, возведении базы и сложно организованных апгрейдах. Neverwinter Nights 2. Игра начинается с долгого и вдумчивого процесса создания персонажа. Занятие это для настоящих поклонников медитации. Джонглировать расами, параметрами, классами, дополнительными характеристиками и прочими половыми признаками здесь можно долгими часами. С восторгом объявляю вам о появлении в России новой игры в жанре MMORPG RF Online. В живой и постоянно развивающийся мир RF Online уже погрузилось более 10 миллионов человек по всему миру. Это одна из самых ожидаемых игр MMORPG в нашей стране. Впервые онлайн игры в России такая поддержка, перспективы развития и сервис, и при этом игра и игровой контент совершенно бесплатны. Встретимся на полях сражений в игре RF Online. Серия игр Warhammer Down of War никак не дает расслабиться поклонникам стратегии в реальном времени. Начиная с 2004 года каждую осень выходит новый аддон. И надо отметить, каждый раз это настоящий праздник для фанатов серии. 2006 год не стал исключением. Обновленный Down of War получил название Dark Crusade. В России официальные даты начала продаж стратегии в реальном времени Warhammer Dawn of War Dark Crusade стало 16 ноября 2006 года. Локализовала игру компания Buka Entertainment, а разработала знаменитая студия Relic Entertainment. Забудьте о сколько-нибудь внятном сюжете. Вы выбираете приглянувшуюся сторону и вступаете в битву. Победа достигается путем тотального захвата Кронуса и безжалостного уничтожения конкурентов. Исчезла фиксированная структура поэтапного прохождения. Вместо нее Relic прикрутили к игре полноценный макростратегический режим. От вашего компьютера Derek Crusade потребуется процессор с частотой 3 кГц, гигабайт оперативный и 128 мегабайт видеопамяти. На жестком диске игра игра займет 4,5 гигабайта. Базовый геймплей практически не изменился. Он по-прежнему строится на захвате стратегических точек, возведении базы и сложно организованных апгрейдах. Следуя принципу «свободу во всем», разработчики сняли все ограничения на продвижение по дереву технологии, так что даже в самом начале кампании вы можете натравить на соперника мощную бронетехнику или ходячих терминаторов. Враг, правда, тоже не дремлет и буквально в первой же миссии начинает внушительно огрызаться. Твердая пятерка за геймплей. Что касается внешних данных стратегии, то движок двухлетней выдержки конечно уже не производит былого впечатления, но релик одной только ловкостью рук, то есть сочными спецэффектами и роскошным звуком заставляет Dark Crusade выглядеть конкурентоспособной даже на фоне собственной Company of Heroes. Пятерка за графику. Звучит Dark Crusade просто потрясающе. Битвы благодаря этому выглядят действительно очень яростными и ожесточенными. Слышно, как противники буквально рвут друг друга на куски и поджаривают лазерами. Одним словом, пятерка за звук. Dark Crusade успешно развивает заложенный в оригинальном Down of War потенциал. И даже неуместный казалось бы макро режим на деле оборачивается дополнительной свободой. Если Dark Crusade оправдает коммерческие ожидания Relic, то третий аддон не заставит себя ждать. Так что давайте им поможем. Пятерку получает сегодня Warhammer Down of War Dark Crusade. Dark Crusade явный пример того, каким должен быть настоящий аддон. Уходящий год для Relic Entertainment оказался очень плодотворным и надеемся, что в следующем нас ждет не менее захватывающая история. Тем более, что сюжет одиночной игры в Dark Crusade так и не приводит нас к финальной развязке. Таким образом, разработчики оставили простор для сценариев к будущим играм серии. Хотя, возможно, это будет уже совсем другая история. Вопрос. Я захватил уже два участка Кронуса. Подскажите, как лучше поступить с полученными за победу очками? Отвечаем. На эти очки, во-первых, советуем укрепить завоеванную территорию, а во-вторых, закупиться специальными юнитами. Они замечательны тем, что десантируются на поле брони вместе с главным героем. Вопрос. Как прокачать своего героя? И нужно ли это вообще? Отвечаем. Опыт герой получает за особое свершение. Отпили три раза нападение на сектор, получаете звездочку на погоны. Провели успешную атаку особо крупной локации? Распишитесь в повышении звания. Если скрупулезно выполнять задания, то к концу игры из обычного героя вполне можно вырастить ходячую машину смерти, способную одной левой прихлопнуть целый отряд противника, так что берегите его. Вопрос. Слышал, что в Дарекрусайд появились две расы новые, и одна из них не может делать невидимых воинов. Что это за раса и как добиться их невидимости? Отвечаем. Раса Тао это самые грозные воины из всех прочих рас. Их тяжелая пехота может вступать в бой даже с бронетехникой. И чтобы сделать войска Тао невидимыми, необходимо изучить стелс-технологию, благодаря ей они смогут истреблять целые отряды врагов, не получая ответных ударов. Сейчас мы расскажем вам о еще одной игре прошлого года, достойной звания лучшей из лучших, хотя она и не попала в наш рейтинг. Neverwinter Knights одна из лучших ролевых игр 2002 года. В нее играли взахлеб, о ней написаны мегабайты восторженных слов, и к ней созданы гигабайты любительских дополнений. Вторая часть начнется для нас в богом забытой деревушке под названием West Harbor. Именно тут и произошла очередная масштабная разборка между королем теней и армией славного града Neverwinter Neverwinter Knights 2 начинается с долгого и вдумчивого процесса создания персонажа. Занятие это для настоящих поклонников медитации. Жонглировать расами, параметрами, классами, дополнительными характеристиками и прочими половыми признаками здесь можно долгими часами. В Neverwinter Knights 2 серьезно переработана командная игра. Если в первой части игрока сопровождал лишь один скромный и скучный напарник, то в продолжение можно собрать настоящую атаку аж из четырех человек, почти как Icewind Dale или Baldur's Gate. А также вас ждут регулярные перепалки между соратниками и изменения сюжета в зависимости от того, кто именно оказался в команде. Игра поступила в продажу 31 октября 2006 года. Локализованная версия от компании Akella появилась 24 ноября. Рекомендуемые системные требования процессор 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 512 видео класса Radeon X800 или GeForce 6800, а также 7 ГБ на жестком диске. Игровой мир Neverwinter Knights 2 хорошо известный всем любителям фэнтези забытые королевства. Что касается классов и престиж классов, то здесь все так же как в оригинальной игре за вычетом некоторых особенностей. Хотя разработчики делают основной упор на сингл, но и мультиплеер не останется за кадром. Конечно, они прекрасно понимают зачем мы все хотим играть в Neverwinter Knights 2 с друзьями. Просто хочется пройти игру побыстрее без особых усилий и напряга. И разработчики не собираются нам мешать, наоборот, помогли всем, чем только можно. Наша оценка геймплея 5 баллов. Долой длинные диалоги это раз, больше экипировки хорошей разной это два. Графика по сравнению с первой частью пробежала метров эдак на 100 вперед. И теперь помимо потрясающей детализации всего и вся поражает нас отличной работой со светом и тенями. Что поделаешь, новое поколение ролевых игр все-таки. За графику ставим также 5 баллов. Сложно за что-то поругать и звук, хорошие диалоги между персонажами, красивая озвучка спецэффектов, приятная музыка, огромное количество звуков со всех сторон. Ничего кроме 5 баллов поставить не можем. Над Neverwinter снова случается ночь, на новом графическом Neverwinter Nights 2 это очень качественное РПГ. Наша общая оценка игры 5 баллов. Так уж исторически сложилось, что игры серии Neverwinter Nights делают не только и не столько собственно разработчики, сколько фанатское сообщество. Если бы вы заглянули на официальный сайт второй части на этапе разработки, то увидели бы, что ни один раздел не работает. Но на форуме круглосуточно кипит обсуждение. Разработчикам только и нужно, что сидеть у экрана с блокнотом и вылавливать гениальные идеи, чем они по их собственному признанию и занимались. В итоге мы получили чумовую игрушку. Если вы того же мнения, посмотрите наши советы по прохождению и ответы на ваши вопросы. В первую очередь хотим напомнить вам о том, чтобы вы как можно чаще сохранялись в разные слоты. Это никак не связано с вылетами или глюками. Просто никто не знает, что вас ждет впереди. И возможно, что единственное верное решение это старый сейв. А теперь ваш первый вопрос. Какой максимальный уровень может быть у персонажа? Отвечаем. Пределы роста персонажей двадцатый уровень. Следующий вопрос. В квесте гробницы предателей нашел жреца, который открыл дверь с печатью, а жрец не идет. Что мне делать? Отвечаем. После того, как пропавший жрец найден, дверь открыта и жрецу об этом сообщено, можно смело возвращаться к квестодателю и сдавать квест. Потерявшийся жрец сам прекрасно выберется из уже зачищенной гробницы. На сегодня это все. Задавайте мне вопросы по прохождению на адрес faqsobakamusdvstv.ru Я обязательно отвечу. И не забывайте про форум на нашем сайте musdv.ru Я и там общаюсь с вами. До скорого. Играйте, но не заигрывайтесь. С вами был Борик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok